Дорога через посёлок Первое Мае, что в Канаковском районе области, километров через семь, приводит нас к деревне Устье. Патрульную службу вышли встречать представители большинства деревенских домов. Здесь вот река, и там строится дамба. Место, где мы находимся, показывает на карте житель деревни Устье Александр Глаульников. Мои родичи отсюда, и дед, и бабушка, и прадед на местном кладбище похоронят. Вот река Сось, вот её приток Сорочка. Именно Сорочку сейчас незаконно, по убеждению местных жителей, перегораживают дамбой. Исток Сорочки, видите, он выходит из лесов. Вот это вот канава в лесу, и, соответственно, водоснабжение, если перекрыть дамбой саму Сорочку, то отсюда вся вода, она пойдёт вот на эту майскую дорогу, и она будет подтоплена. Карта картой, но нам нужно своими глазами посмотреть на то, что делают с рекой. Вот там шлагбаум есть, вот они закрыли территорию, через их шлагбаум, прямо к реке, к дамбе. Вот такой мини-демонстрацией, миновав забор, идём к пока ещё реке. На закрытой территории нас встречают два молодых человека с собакой. Убеждают туристы. Сейчас нас начнут выгонять, говорят люди. Снимайте быстрее. Мы видим дамбу, которая перегораживает устье реки Сорочка, что приведёт к неизбежной заболачиваемости. И единственная дорога, которая ведёт в три деревни, устье, городище и Харлова, она неизбежно будет подтоплена в половодье. Местные жители рассказали, что в феврале 2021 года на Сорочке раскололи лёд и стали ковшами вынимать со дна грунт. Если раньше глубина здесь была не более полутора метров, то сейчас около пяти. В июле месяце начались активные работы по строительству дамбы. То есть высыпали строительный мусор, битый кирпич, арматуры и перегораживали реку. Нами были приняты действия, звонили в 112, вызывали полицию. Действие это никакого не произвело. После чего были направлены письма в Генеральную прокуратуру, в Министерство природы, в руководство Твери. После письменных жалоб в различные инстанции возведение дамбы прекратилось. Ровно на 20 дней. А потом началось в ускоренном темпе. Мол, вы пишите, а нам нужно поскорее дело делать. Как указано на плане, на заборе, эта дамба строится для возведения платной рыбалки. Платная рыбалка. А куда русло реки-то пойдет? А вот в этом-то и вопрос. Из-за этого все и переживают. Через 200 метров подпитывается Иваньковское водохранилище. Вон туда мы смотрим Иваньковское водохранилище. А мусор какой строительный? Куда пойдет весь отход этот? Весь отход пойдет в Москву. Природа строительного мусора, главного материала для возведения дамбы, непонятна. Вода вокруг стала мертвой, ядовито-зеленой, с едким запахом. Здесь все очень близко. Сось, Волга, а там и Москва. Вот расстояние до Сази, а вот она, Волга, пошла на Москву. То есть вот этот строительный мусор со всеми отходами, он очень быстро достигает Волги. То есть здесь расстояние где-то метров 300 и здесь метров, наверное, 300. То есть 600 метров, и мы в Волге со всеми отходами и вытекающими последствиями. Как она будет течь, неизвестно, потому что здесь огромное количество воды стекает из леса. Тут, наверное, около 50 гектаров вот эта стекает часть воды из леса, когда идет снег, тает весной. И все будет в речку, вот как она будет, выдержит, а не выдержит. И одновременно, если здесь поднимется уровень, значит там дорога провалится. На берегах сорочки десятилетиями гнездятся аисты и цапли. Выводят потомство дикие звери, много рыбы. У кого же рука поднялась все это разрушить? Наши требования, чтобы обязательно разобрали и увезли эту дамбу, и восстановили русло реки. Потому что только сейчас вот быстрыми действиями мы сможем сорочку нашу спасти. А здесь на берегах гнездятся аисты, гнездятся цапли. У нас здесь леса на берегу выводят своих щенят. И поэтому хотелось бы очень для своих потомков сохранить вот эту вот прелесть, вот эту вот чистоту, первозданность. Хотелось бы обратиться к губернатору Тверской области, хотелось бы обратиться к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Вы должны прекрасно понимать, что Иваньковское водохранилище строилось как запасное для Москвы. И водозабор воды для Москвы тоже берется из Иваньковского водохранилища. Поэтому прежде всего и господин Руденя, и господин Собянин должны отвечать за чистоту воды в городе Москве. Поэтому к вам обращение. Обратите внимание на этот репортаж, на тот беспредел, который здесь творится. Молодые люди, представившиеся туристами, идут за нами, снимая все на телефон. И придерживая за шейник крупную собаку. Я убираю собаку, вы уходите. Я убрал собаку, ничего не произошло. Вопрос, а что же местная власть? 1 июля, когда началось строительство дамбы, сюда приезжали первые лица Первомайского сельского поселения. Они сказали, что примут как-то в этом участие, направят письма в прокуратуру и посоветовали нам сделать то же самое. Ну и мы начали, соответственно, стучать во все ведомства. Среди этих инстанций – Министерство лесного хозяйства, экологии и природопользования, правительство Тверской области, администрация Конаковского района, прокуратуры, природоохранная, Тверская областная, генеральная. Мы связались с главой Первомайского сельского поселения Валентиной Катихиной. Она сообщила, что информация о строительстве дамбы ей поступила 1 июля в 11.32, и она сразу же выехала на место. В 12.13, то есть спустя 40 минут, я уже была на месте производства работы. Я сделала съемку, в 15.00 нам было направлено письмо в природоохранную прокуратуру, в котором я указала, что производитель этих работ мне неизвестен, так как в сведениях о представлении водных объектов в пользование с администрацией поселения не только не согласовываются, но даже нас не уведомляют. Понимаете? И мы наравне с жителями узнаем только о таких фактах. Кроме того, я в этом письме сообщила, что среди населения зреет возмущение, недовольство, что от граждан изготавливаются в настоящий момент жалобы всевозможные надзорные органы, что прошло провести эту проверку. 30 июля на следующий день приехала природоохранная прокуратура вместе с Росприроднадзором. Эти факты зарегистрировали и назначили проверку, запросили документы в Росреестре и все прочее. И 30 июля мне поступил ответ прокуратуры о том, что проверка проведена, выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для направления в суд стыковых заявлений о проведении рекультивации земельного участка, о запрете деятельности по засыпке акватории Ивановского водохранилища и возложении обязанностей по расчистке водного объекта. Вот решение Тверской межрайонной природоохранной прокуратуры. Будем надеяться, что в скором времени суд решит судьбу сорочки. Мы в правом государстве живем. Мы что, с ВИЛМИ, что ли, должны пойти на этого собственника? Или прокуратура с топорами на них должна пойти? Все, следим и ждем. Я поняла. Скажите, Валентина Федоровна, а кто там собственник? Я не знаю, кто там собственник. Собственник физическое лицо. Я его только это знаю. Прокуратура, собственно, знает. У прокуратуры есть выпитка соответствующая, но они эту информацию не разглашают. Мы следим за ходом событий.